Всем привет! Меня зовут Камила, я учусь в Харбинском институте технологий по программе IFP от CCN. Сегодня я отвечу на самые интересующие вас вопросы для дальнейшего обучения и проживания в Китае. Первый вопрос. Как сильно нужно знать английский, чтобы начать обучение? Вообще, если честно, нужно иметь хотя бы базовыми знаниями. Не нужно знать много для того, чтобы просто начать учиться, хотя бы минимум. Потому что все учебники, по которым вас обучают, они с переводом на английский язык. Китайские слова на английский язык. Вам же будет легче, если вы будете знать английский и сможете сразу понимать, что означает слово, а не сначала искать английский перевод, а потом с английского на русский. Это будет максимально неудобно. Учителя тоже говорят на английском. Да, они все, но чтобы изъясняться в самом начале обучения, если нулевой китайский, то было бы неплохо хотя бы владеть базовыми знаниями английского. Но здесь, в Китае, другие люди вообще не говорят на английском. Очень сложно встретить китайца, который будет с вами говорить на английском языке. Вопрос, чем и где питаются студенты в Китае? Это достаточно распространенный вопрос среди будущих студентов. И я могу дать на него просто ответ. Столовок. Действительно, ничего удивительного. Иногда тут многие студенты, которые соскучились по своей еде, они готовят сами. Но многие едят в столовых. Это не намного дороже. Здесь цены, они очень низкие касательно еды для студентов. Есть не только столовые, есть даже кафешки на территории кампуса, за территорией кампуса, где можно дешево и вкусно поесть. На самом деле, здесь очень большой выбор еды. И мусульманской кухни, и европейской кухни, и китайской, понятное дело. И каждый выбирает на свой вкус. Что касается конкретно студентов из России, которые привыкли к молочным продуктам, с этим действительно здесь есть проблемы. Они либо стоят нереально дорого, за 200 грамм сыра около 700 рублей, либо их просто не найти. Например, сметану, я здесь сколько ни искала, ее нет. Так как китайская кухня очень непривычна для нас, многие просто готовят сами. Это выходит намного дешевле, действительно. Но не всегда получается готовить, ну и времени не всегда хватает, потому что в основном студенты учатся, поэтому часто едят в столовых. Здесь на самом деле, несмотря на то, что еда очень своеобразная, каждый студент найдет то, что ему нравится. Спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, я смогла ответить на два самых важных вопроса для будущих студентов Китая. Это действительно очень важно, и я жду новых вопросов, на которые вы получите ответ. Пока!